Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. Я, Анастасия Квардицкая. Сегодня вы увидите. По инициативе Генеральной прокуратуры. В Ивантеевке проверяют противопожарную безопасность. Наши лучшие. Подведены итоги областного конкурса. Испанские страсти. Муниципальный театр представил премьеру. Об этом и многом другом прямо сейчас. Ивантеевка станет светлым городом. Это произойдет ближе к концу года. Предполагается капитальный ремонт уличного освещения по одноименной программе. Кроме того, в городе регулярно проводится текущий ремонт неработающих фонарей уличного освещения. Заводская 12. Пушкинская электросеть меняет 4 неработающих лампы в уличных светильниках. Приезжают восстанавливать освещение из Пушкина минимум 3 раза в неделю. В рамках контракта с городом меняют светильники, восстанавливают оборванные линии электропередач. Электрики рассказывают, сегодня ставят лампы мощностью 100, 150, 200 ватт. Все они энергосберегающие, имеют желтый оттенок, с белым запрещены, так как они являются ртутосодержащими. Максимум благоустройства. В юбилейный год в Ивантеевке комплексно отремонтируют 11 дворов. Подготовка уже началась. Спил сухостоя и частично здоровых деревьев ведут специалисты городского хозяйства. На них возложена непростая миссия – подготовить дворы к дальнейшему благоустройству. Непростая, потому что не все жители поддерживают подобный подход. Согласно проектам, во дворах предполагается увеличение парковочного пространства. В зелени тоже есть место на обновленных территориях. Предполагается несколько обязательных элементов. В каждом дворе должны быть парковка, озеленение, детская площадка, освещение, информационный стенд. На трех адресах по Адмиралу Жильцова 4, Огорхоз 16 и на Центральном 1 также установят заглубленные контейнеры для мусора. Активная фаза работ начнется в июне. Уроки трагедии. В конце марта Генеральная прокуратура инициировала противопожарные проверки в учреждениях и на предприятиях страны. Внимание! Ставьте, пожалуйста, не изучайте ситуацию. Пробеды исправить и поднимать помещение, преступить провокации материальных целей. Прокуратура и специалисты пожарного надзора проверяют учреждения культуры, образования, торговли и предприятия. Наиболее распространенный недочет, по словам профессионалов, противопожарной борьбы, состояние огнетушителей и противопожарных кранов. Вот здесь, видите, где ребро. То есть перекатка осуществляется у вас. Просто вы перекатали в другую сторону, он у вас слежится. И в случае его использования здесь будут дыры, и вы не сможете им пользоваться. Перекатка осуществляется на ребро. Получается, вы делаете на другое ребро и скатываете. Все. Проверяют эвакуационные выходы, информацию и таблички о путях эвакуации, подвалы и сигнализацию, умение сотрудников управляться с огнетушителями. Все те небольшие недостатки мы, конечно, немедленно устраним. У нас в некоторых кабинетах недостаточно громко работала сигнализация оповещения о пожаре. И вот тут же специалисты, которые обслуживают у нас эту систему, вот они уже сейчас и устраняют этот недостаток. Он уже устранен. В общем и целом, в Ивантеевских учреждениях, во всяком случае проверенных, ситуация удовлетворительная, но не идеальная. То есть по результатам этих проверок будет дана правовая оценка всем. То есть и должностным лицам, и юридическим лицам. И уже тогда мы сможем подвести какой-то итог. Но каких-то грубых капитальных нарушений пожарной безопасности, которые не подлежат устранению, на сегодняшний момент не выявлено. На минувшей неделе инспекция побывала в Ивантеевке в 10 объектов. Проверки продолжаются. Навстречу Дню труда. Лучшие специалисты в сфере муниципального управления работают в Ивантеевке. В Московской областной думе подвели итоги профессионального конкурса, в котором приняли участие сразу семь жителей нашего города. Первое место в номинации «Лучший специалист» в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления у Ивантеевца – директора городского многофункционального центра Юрия Кузнецова. И лично я выходил на этот конкурс с той программой учета производительности труда сотрудников МФЦ, которая была написана и создана в нашем МФЦ, которая не имеет аналогов среди других многофункциональных центров Московской области. Конкурс проводится в десятый раз и выявляет лучших управленцев Подмосковья. В этом году от Ивантеевки подано максимальное количество заявок – семь. Трое стали победителями и лауреатами. Ольга Неснова в социальной сфере Ирина Владимирова – в сфере экономики и финансов. В 2017 году нам удалось снизить задолженность по налоговым и неналоговым платежам на 70 миллионов рублей. Поэтому мы решили, можно сказать, похвастаться о своих успехах, рассказать о них. Я представляю людей с одной стороны сферы культуры, сферы образования. И приятно, что обращают внимание и на эту сферу деятельности, в том числе на уровне самоуправления. Потому что самоуправление складывается в том числе из у нас, простых учителей. Номинация «Лучший специалист» в социальной сфере стала максимально востребованной. Всего в конкурсе приняли участие 60 жителей Подмосковья. Среди восьми номинаций и «Лучший депутат». Я должен сказать, что Ивантеевка, несмотря на то, что, может быть, не самое крупное муниципальное образование, но очень хорошая история, деятельность органов местного самоуправления в Ивантеевке, есть чем делиться вашим коллегам. Опыт Ивантеевских управленцев вошел в сборник «Лучший специалист» в сфере местного самоуправления, который будет доставлен во все муниципалитеты Подмосковья. На минувшей неделе депутаты провели 56-е заседание городского совета. Ивантеевские депутаты одобряют работу администрации о предоставлении земли многодетным. С момента старта госпрограммы в 2011 году в Ивантеевке поставлена на учет 371 многодетная семья. Большая часть, 228 семей, обеспечены земельными участками, в основном в Сергеевпосадском районе. Утверждают положение о создании условий для оказания медпомощи в Ивантеевке, закрепляя расходы бюджета для компенсации врачам найма помещений и принимая положение о специализированном жилом фонде. Устанавливают в этом году порог доходов и стоимости имущества на каждого члена семьи для признания граждан малоимущими в размере 4153,5 рублей в месяц. Также депутаты одобряют концепцию благоустройства, утверждают состав молодежного парламента и принимают ряд других документов. Если человек не идет в налоговую, налоговая идет к человеку. Мобильный офис Федеральной налоговой инспекции в эти выходные работал в торгово-развлекательном центре «Гагарин». Как уменьшить налоговые расходы при продаже недвижимости? Как вернуть часть средств, затраченных на обучение в институте? Сегодня налоговая отвечает на все вопросы жителей города. За первый час более 30 обращений. Без очередей. Это уже второй выход налоговой в Авантеевку. На прошлой неделе также дежурили в МФЦ. Основные вопросы были с уплатой связаны, как заполнять декларации, какие документы нужны к уплате по продаже имущества, автомобиль, недвижимое имущество. Поконсультировали, подсказывали, как заполнять, какие документы приложить. Внимание жителей обращают на то, что в этом году срок подачи налоговой декларации 3 мая. Отчитаться о доходах необходимо. Если в 2017 году налогоплательщик выиграл в лотерею, получил дорогие подарки не от близких родственников, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения и так далее. Мобильный офис налоговой в следующий раз приедет в Авантеевку в пятницу 13 апреля. Ивантеевские автомобилисты не любят перекресток на Первомайской площади. И есть за что. Сегодня авария произошла, что называется, средь бела дня. Причиной ЧП стало нарушение правил проезда перекрестка. Грузовая машина поворачивала налево на Советский проспект. И в этот момент получила удар вбок. Вольцваген двигался прямо по улице Первомайской. Главная профилактика. Пропагандисты ГИБДД регулярно напоминают, в первую очередь школьникам и водителям, быть внимательными на пешеходных переходах. И вот такие светоотражающие элементы. Давай ручку. Светоотражающие элементы – вопрос не красоты, а безопасности. Сегодня пешеходный переход на Первомайской площади обращает на себя особое внимание. А это внимание и есть самое главное на дороге. Около 40% всех ДТП происходит с участием пешеходов. Причем в половине страдают дети. Поэтому акции ГИБДД проводят регулярно. Цель дальнего мероприятия – напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения. Но и также привлечь внимание водителей в том, чтобы они заблаговременно снижали скоростной режим. Изобретательная возлюбленная в поисках зрителей. На этой неделе отгремела премьера муниципального музыкально-драматического театра Ивантеевки. За это назовем ее изобретательной влюбленной! Изобретательная влюбленная на сцене Центра Кекушева. Спектакль хулиганства времен Лопе де Вега. Долгожданная постановка Ивантеевского театра. Решиться на Лопе де Вега редко какой театр может. Очень сложный материал. Во-первых, он по объему огромный. Мы пытались делать купюры, пытались делать какие-то сокращения. И самое главное, почему мы назвали хулиганством. Потому что музыка, она не соответствует 1604-1608 году. Но она должна создавать настроение. В главной роли Кирилл Демьянов – выпускник Академии имени Гнесиных и исполнитель раскрученных в соцсетях космонавтов. В нашем театре с нового сезона он неоднократно завоевывал награды на музыкальных фестивалях. Становился лучшим актером Московской области. Всего в спектакле задействовано 10 человек. Актеры сами делали декорации. Как-то музыкально игра актеров очень интересна. Это более музыкальные, более жизнеутверждающие, более легкие. Вот какие-то спектакли, на мой взгляд. На честь мою он попусился. Я окончу за свой позор. Двухчасовой спектакль – промежуточный итог реформы Ивантеевского театра. Как сообщает пресс-служба администрации, новым руководством был упорядочен график репетиций. К работе привлечены профессиональные актеры и режиссеры. Все это позволило вывести театр на новый качественный уровень. Конец цитаты. Это очень хороший, легкий, светлый спектакль. И артисты играют с удовольствием. Я думаю, что сейчас такие спектакли нужны. Тем более на фоне разных таких неприятных событий внешней жизни и у нас. У меня жена здесь, ребенок. И вот так же впервые посещают. Ну, обалденно. Ближайшие спектакли муниципального театра намечены на 21 и 22 апреля, а также 19 и 20 мая. Театр выходит на репертуарный уровень. Началась Страстная Седмица. Самая строгая неделя Великого Поста. В эти выходные православные вантеевцы собрались в Смоленском храме, чтобы в день входа Господня в Иерусалим осветить веточки вербы. На Страстной неделе не празднуются Дни памяти святых. Не совершаются поминовения усопших, венчания и крещения. Особенное значение имеют три последние дня перед Пасхой. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, начинать красить яйца и куличи. В пятницу совершается служба с выносом плащаницы. Единственный день в году, когда не звонят в колокола. Страстную субботу в храмах освящают яйца и куличи. Богослужение на Пасху во всех храмах города начнется около 23 часов. Благодарю за терпение от имени самого Бога и Церкви, за вашу любовь к Господу Иисусу Христу, за ваши молитвы и поклоны, которые вы делали в течение 40 дней. Но и призываю, конечно, эту неделю побыть сыновьями и дочерьми самого Господа Иисуса Христа. Послушаться еще Его, походить в храм, сопережить те страдания, которые Он пережил. И помолиться Ему и сказать Ему, Господи, мы Тебя любим, прости нас за все наши грехи. Если мы сегодня сказали, верую Господи и исповедую, то чтобы эта вера была крепкая, живая, чтобы она была всегда при нас присуща и чтобы она помогла нам спастись и войти в Царство Божие. Ивантеевские кабельные сети сообщают, с 1 мая повышается плата за телевидение. Абонентская плата за обслуживание городской сети кабельного телевидения для собственников и нанимателей жилья в многоквартирных жилых домах составит 130 рублей в месяц за один абонентский отвод. Телефоны абонентского отдела 536-28-69, 8-926-605-28-69. Режим работы с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, перерыв с 13 до 14. Суббота с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14. Третий по величине остров в мире. Нетронутая дикая природа. Она под угрозой. И взывает о помощи. Внутри детонатор. Нельзя дать ему высохнуть, иначе рванет. Мы стараемся уделить внимание каждому пациенту. Эта работа требует терпения и настойчивости. Дикий Борнео. По понедельникам в 20.00 на Виасад Нэйчи Хистери HD. На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Анастасия Квардицкая, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok